Всех приветствую на моём канале. Сегодня в сети появились первые живые изображения обновлённого Kia Rio 2021 модельного года. Искизы автомобиля компания Kia опубликовала ещё полторы недели назад. Сейчас же у нас появилась возможность увидеть, как будут выглядеть товарные автомобили. Очевидцами были заснято несколько обновлённых Kia Rio в красном и белом цвете на площадке дилера. Как мы видим, автомобиль получил новую, очень эффектную переднюю оптику. Пожалуй, теперь Kia Rio стоит признать самым красивым автомобилем в бюджетном B-классе. Сами передние фары отныне стали светодиодными. Помимо фар были заменены лишь пластиковые элементы – решётка радиатора и передний бампер. Капот и крылья остались прежними, что видно по форме фар на границе с этими кузовными элементами. На границах с этими элементами форма фар осталась без изменений. Это позволило значительно сэкономить на изготовлении новых кузовных штампов. Тем не менее, даже такими малыми средствами удалось сделать рывок в плане внешнего вида. До рестайлинговых Kia Rio много ругали за замыленный передок. Модернизированная версия автомобиля лишилась этого недостатка предшественника. Рестайлинговая Kia Rio получила новый дизайн колёсных дисков, который выглядит очень привлекательно. Правда, что естественно, такие диски будут полагаться лишь автомобилям в дорогих комплектациях. С кормы изменений меньше. Мы видим светодиодные фонари, рисунок которых изменился, а форма осталась прежней. При этом автомобиль получил новый задний бампер, который выглядит более спортивно за счёт имитации огромного диффузора. Также под бампером появилось две пластмассовые накладки, имитирующие выхлопные трубы. По факту, у машины, конечно, останется одна выхлопная труба. Тем не менее, большинство покупателей такую бутафорию очень любят. Что касается салона, то здесь мы видим новую мультимедийную систему, которая, однако, интегрирована в центральную консоль, а не выполнена в форме планшета, как это сделано на родственном Hyundai Solaris. Почему отказались от модного решения, пока непонятно. Ведь на других рынках Kia Rio предлагается именно с таким планшетом. При взгляде на экран мультимедийной системы мы видим свою собственную навигационную систему, в то время как Hyundai Solaris получил мультимедийку с поддержкой Яндекс.Авто. И это при том, что явно на фотографии изображена машина в дорогой комплектации. Это можно понять по наличию литых дисков, а также хромированных молдингов вдоль оконной линии. Теоретически можно предположить, что у Kia Rio будет ещё более дорогая комплектация, с более продвинутой мультимедийкой. Появилась пластиковая накладка на передней панели под цвет кузова. Изменилась обивка сидений. По аналогии с Hyundai Solaris, новая Kia Rio должна получить водительское сидение с электрорегулировкой поясничного подпора. Несколько изменилась форма дефлектора в вентиляции. Kia Rio получила новый аналоговый приборный щиток. Отличие от предыдущего заключается в появлении цветного дисплея борт-компьютера между аналоговыми шкалами. Ранее он был монохромным. Впрочем, на базовых версиях, скорее всего, останется старый монохромный экранчик. В целом, конечно, салон обновлённого Rio выглядит менее современно, чем у соплатформенного Solaris, и уж тем более, чем у Volkswagen Polo и Skoda Rapid в дорогих комплектациях, получивших куда более современную мультимедийную систему. А Polo ещё и электронный приборный щиток. По технике изменений не предвидится. Kia Rio всё так же будет предлагаться с мотором 1.4, выдающим 100 л.с., и 1.6, выдающим 123 л.с. Оба двигателя будут агрегатироваться как шестиступенчатой механикой, так и шестиступенчатым автоматом. Задние дисковые тормоза будут предлагаться лишь для машин 1.6 в дорогих комплектациях. Официальная презентация новой Kia Rio должна состояться в самое ближайшее время, тогда же будут объявлены и цены на новинку. Ожидается, что они вырастут на 20-40 тысяч рублей в зависимости от комплектации. На данный момент надо вся информация о обновлённой Kia Rio. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях, как вам новинка. Только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня всё. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.